Якутский начинается трехмесячник саночистки. Традиционно каждую весну жители и предприятия столицы выходят на улицы, чтобы убрать мусор, накопившийся за всю долгую зиму. Сюжет Сарголана Захаровой. Говорит Москва. Доброе утро, товарищи. Сегодня 20 апреля, суббота, день всесоюзного коммунистического субботника. Каждый житель страны с самого детства знает, что такое субботник. В советские времена под лозунги и праздничное настроение работники и школьники массово выходили на улицы, чтобы очистить свои города и села от накопившегося мусора. И добрая традиция сохранилась по сей день. В течение трех месяцев в Якутске проходят организованные работы по саночистке. Начинают их с уборки снега с крыш и тротуаров. Наледи чуть меньше, чем в прошлые годы. Между тем, по данным гидрометслужбы, у нас нынче осадков больше, чем в прошлый год, на 10-15%. В рамках плана уборки, оно заострено, будет, конечно же, связано с гоном экологии. И уборка металлолома, бесхозных строений, оно в повестке дня тоже стоит. Промышленный округ – один из самых крупных по площади в столице. Он охватывает не только спальные районы, но и прибрежную территорию. В том числе зону переправы. Именно ее называют самой проблемной. Каждую весну с реки увозят в среднем по тысяче кубометров мусора. Чтобы победить несанкционированные свалки, не хватает ни рук, ни финансов. Конечно, люди отвлекаются, ходят на субботник. Мы убираем эти свалки, но продолжают вывозить вот эти несанкционированные свалки в пойме реки, в доме всего Доргалаха. И у нас вот это, не то что вот этот трехмесячник, он у нас практически продолжается до самой зимы. Стоит отметить, несмотря на то, что субботники по уборке мусора для жителей дело добровольное, уборка снега с ротуаров и крыш остается обязательным условием для ответственных предприятий. Так, вместе с трехмесячником начались проверки организации по наличию прикрепленных участков и выполнению на них работ. Это подозревает то, что юридические лица и индивидуальные предприниматели должны, обязаны иметь такой акт, где будет определяться зона ответственности именно по смету и уборке снега. Если такого акта не будет, то за это предусмотрена административная ответственность по ст. 6.12 Кодекса об административных промышлении в республике Саха-Якутия. Тех, кто недобросовестно подошел к своим обязанностям, накажут рублем. Штрафы для физических лиц составят от 1000 до 3000 рублей, на должностные лица от 10 до 30 тысяч и на юрлица от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.